Привет, меня зовут Антон. В сегодняшнем видео я покажу вам, как я сделал вот эту запасную ручку для этой головки от молотка, которая у меня просто валялась в мастерской. Если хотите увидеть, как я это сделал, оставьтесь со мной, и я вам покажу, как. Первая вещь, которую я сделал, я взял головку, и потом я вымерил на моём куске дерева, где я хотел, чтобы сама часть, которая будет входить в головку от молотка, будет, и потом я был готов вообще-то делать это. Сначала я пилой выпилил до глубины, которую я хотел, чтобы эта часть, которая будет входить, и потом я всё стамеской зачистил хорошо, чтобы оно было закруглённое, что-то вмещалось в головку от молотка. Когда головка хорошо залезала на эту часть дерева, мне надо было прорезать ещё пилой вот маленькую, маленький прорез, чтобы вошёл разделятель, который вообще-то будет держать эту головку от молотка на ручке. Вот это я тоже сделал просто пилой. Потом я всё, что я сделал, это нарисовал такой, какого размера, и так я хочу, чтобы эта ручка выглядела, чтобы она просто выпилил на свою большую пиле. После того, как я всё вырезал, я закруглил все углы на этой ручке, чтобы она всё-таки чистилась от ручка, а не кусок дерева, который немножко вырезан. Потом, когда у меня были всё углы закруглены, я ножом с вниматой зачистил обе стороны, чтобы они были плоскими, чтобы я ещё больше закруглил всё углы, чтобы ручка ещё лучше держалась. Потом я всё покрыл воском, чтобы оно не портилось дерево, и потом ручка, в принципе, была готова, и я был готов одеть головку от молотка на эту ручку. И вот я вбил этот штырь, и ручка теперь часть молотка, и это опять молоток, который я могу использовать в своей мастерской. Спасибо, что вы посмотрели, желательно, это вам поможет, и я вас увижу в следующем видео. Ставьте лайк. Спасибо, что посмотрели, и пока. Продолжение следует...